Ну, сиенты, компаньерос. Контора закрыт. Приходите после конца света. Малдидосе, племяш! Венчик, ты ж копия своего отца. Но ты не переживай, внешность для мужика совсем не главная. Хермоса, чика. Хороший выбор, племяш, одобряю. А теперь, ребятки, помогите-ка старику. Пора, как говорится, народни уирапидо, да? Или как там? А теперь, ребятки, помогите-ка старику. Пора, как говорят народни уирапидо давать дёру, да? А теперь, ребятки, помогите-ка старику. Пора, как говорят народни уирапидо давать дёру. Эй, инсаленте, мелочь хвостатая, не задирай нос. Хороший портрет сделать, может, и потруднее, чем вахту отстоять. О, освещение, там, цветопередача. Вы мне вот что скажите. Плыть готовы? О, всё как на родине. Угу, мотор вот этот. Вот, всё как на родине. Вот, всё как на родине. Ми патрио. Даже радио настоящее. Маяк. Ещё раз. Эй, инсаленте, мелочь хвостатая, не задирай нос. Хороший портрет сделать, может, и потруднее, чем, ой, вахту отстоять. Свещение, там, цветопередача. Вы мне вот что скажите. Плыть готовы? Ах, всё как на родине. Ми патрио. Даже радио настоящее. Маяк. Я еду с вами. Русские своих не бросают. Но роди, сики, но эстрелема. Не сдаваться, вот наш девиз. Ух. А Камидос Аброса это что? Наверное. Камидос Аброса. Пишем. Ох, прошу прощения. Я ел чили на обед. Камидос Аброса. Племяшка, помоги. Ох, фу. Кажется, движок не спасти. Ох. Тридцать один ноль ноль, да? Тяжело дыша, почему-то мне написано. Ох. Сейчас я... А, всё, я вижу, да. Сейчас я залезу и покажу вам, Мальдидос Пиратус. Вот, ещё чуть-чуть, пфф, ух ты, и сразу. Да, да. Сейчас я вот залезу и покажу вам, Мальдидос Пиратус. Вот ещё, ой, чуть-чуть и сразу. Ах! Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр... Вы же говорили, что знаете каратэ и сам, фу да, фу. Самбо, армрестлинг, кикбоксинг, си-си, пепеляр. Вот и я. Русские не сдаются. Финномигос. Берегись, панач, немедленно от пуль... Примешь? Веня! Все огромные дамы! Нееет! Куба! Просто буквально в несколько кадров, очень быстро. Сергей, как вы могли охарактеризовать персонажа, которого вы сегодня озвучили? Вы прониклись к нему симпатией, может быть? Ну, как сказать? Сейчас я начну рассказывать, будет неинтересно смотреть мультфильм. Без спойлеров. Нет, ну я проникся, почему? Нет, ну он симпатичный, обаятельный, такой тюлень старый, вот, толстый, неуклюжий, вот. Ну, я думаю, что нашим маленьким зрителям понравится. Мне он симпатичен. А у вас вот за плечами такой большой опыт озвучки. Скажите, пожалуйста, в чем, по вашему мнению, особенности, может быть, сложности процесса этого? Особенности и сложности, ну, сложно то, что, как бы, в любом случае, правду никто не отменял. Вот. Ну, в смысле, чувствую правду. Поэтому, это, ну, вопрос, как бы, в честности. Ты стоишь возле микрофона, и, как бы, тебе это второй раз нужно за твоего коллегу это все прожить и сыграть. Вот, здесь. Поэтому тут вопрос уже работы над собой, конечно, и, ну, твоих навыков, твоих возможностей. Вот, вот это, конечно, сложно. Конечно, нет, ничего сложного нету, в принципе, там, попасть в синхрон и, вообще, промахивая все смыслы, все оттенки, там, какие-то акценты и так далее. Можно и так. В принципе, это, это такая, ну, как сказать, вопрос навыка. Вот. А вопрос уже, как бы, души и правды. Вот тут уже, как бы, сложности. Вот, насколько у тебя требования к себе и, вообще, чего ты делаешь в этом измерении под названием «Земля». Нужно еще, вот, попасть в настроение персонажа. Как вы думаете, удалось это сегодня сделать? В моего-то? Да, да, да. Ну, я надеюсь, и мы посмотрим, в зрительном зале будет ясно, попал я в настроение персонажа или нет. А вы смотрите вообще фильмы, мультфильмы, когда они уже выходят? Ну, как, то, что я делаю? Да, 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 то, что вас звучит. Ну, если, ну, как, да, иногда бывает, смотрю. Можно ли вас назвать любителем анимации? Да. Да, конечно. Посмотрите, мультфильмы, долго, сколько? Смотрю. Нет, ну, анимация вообще шагнула, я считаю, это наступило будущее, потому что анимация просто достигла каких-то неимоверных высот, потому что в ней, в героях появилась очень точная психология, психология, ну, и вообще в характерах, и в отношениях героев. Вот, там такие темы поднимаются, да, даже взять, если можно, я скажу, да, для меня вот любимая студия Пиксар, что они делают? Это же, они же кудесники. Вот, так что анимация очень на высокий уровень вышла в 21 веке. Интересно смотреть не только детям, но и взрослым. Конечно, конечно, очень точно все, все очень точно и по правде, опять же, повторюсь. Все, да, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Неплохо сказал. Да.